Южный Кавказ По его словам, в Москве рады, что свой первый визит за границу в качестве министра иностранных дел Айвазян совершает в Россию. Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Хотел бы отметить важные значения, которые сегодня уже все вынуждены признать, того совместного заявления, которое подписано премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом России 9 ноября, и которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам. Обеспечило и договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем и разблокирования всех коммуникаций, и хозяйственных, и транспортных, сказал Лавров. Глава МИД Армении Ара Айвазян в свою очередь сказал, что вопрос поиска пропавших военнослужащих, обмен пленными и целами погибших является очень чувствительным и требующим скорейшего разрешения. Между тем, в Армении кипят страсти вокруг отставки Пашиняна. На слушаниях в парламенте Армении депутат от Прответающей Армении Наира Зограбян заявила, что такой человек, как Никол Пашинян, не покинет власть добровольно. Она добавила, что слишком хорошо его знает, так как около 20 лет назад Зограбян, которая была тогда журналистом, какое-то время сотрудничала с газетой Пашиняна Айкакан Жаманак. Если Пашинян не уйдет сам, то оппозиция будет применять все средства протеста, разрешенные законом, сказала Зограбян. Слушание в парламенте на тему отставки премьер-министра организовала партия Просвещенная Армении, которая тоже требует отставки Пашиняна, но не поддерживает вас, Гена Манукена, как возможного кандидата в премьер-министра. Редактор субтитров А.Семкин